Добрый вечер, уважаемые телезрители! А сейчас я хочу представить гостя нашей программы. Это адвокат, практикующий адвокат Олег Валерьевич Суканов. Сегодня мы немножечко изменим формат нашей программы и больше акцент поставим на правовой рубрике, потому что очень много людей волнуют вопросы, на которые ответы они порой не знают. И бывает так, что они обращаются в полицию, не зная, что в данном случае полиция не сможет решить их вопросы. Но так как многие в правом плане неграмотны, поэтому возникает такая проблема и коллизия. Поэтому сегодня в нашей студии адвокат, который, я думаю, поможет ответить на многие вопросы, которые интересуют наших телезрителей. Олег Валерьевич, спасибо, что Вы пришли к нам в студию. Поэтому я, наверное, начну сегодня наш разговор с таких тем. Вроде бы они злободневные, вроде бы они смешные, но тем не менее они сильно волнуют многих зрителей, телезрителей и граждан. Часто вот такие вопросы поступают, как что делать, куда обращаться, если вас затопили соседи сверху. Бывают звонки и в полицию поступают с такими вопросами, хотя это, наверное, не касается полиции. Что бы Вы могли посоветовать нашим уважаемым телезрителям? Ну, звонок граждан в полицию, это, наверное, правильно, потому что в сложных ситуациях народ должен понимать, что первый, кто им должен помочь, это полиция. Но в этой конкретной ситуации надо четко каждому собственнику, каждому жителю квартиры четко понимать, что есть две всегда проблемы. Это когда залили Вас и когда залили Вы. Этой ситуации бояться не нужно, действовать нужно в режиме открытости. Лицо, чье имущество повреждено заливом, квартира, иная собственность, в первую очередь, конечно, должен проинформировать дежурные службы. Мы все прекрасно знаем, что существует управляющая компания, которая осуществляет эксплуатацию жилого фонда нежилой недвижимости. Это те лица, которые в первую очередь должны актировать произошедший залив, определить объем, время совершенного залива, для того, чтобы в последующем собственник мог эту ситуацию регулировать. Что нужно сделать первые буквально минуты после залива? Это, конечно же, вызвать специалиста дежурной службы, добиться составления акта, добиться подробного описания тех повреждений, которые вместо быть. После этого принять решение, что делать дальше. Конечно, мы советуем урегулировать эти ситуации в досудебном порядке. Эта ситуация часто встречается. Говорить о том, что она требует судебного процесса на первых каких-то этапах, наверное, нельзя. Мы всегда рекомендуем гражданам урегулировать эти отношения миром. Безусловно, здесь должна быть оценка того залива, который произошел, ущерба, который причинен имуществу. После этого граждане, конечно же, в компромиссном порядке должны решить между собой возникшие разногласия. В случае, если этого не происходит, да, тогда, конечно же, судебный процесс. Как правило, это не слишком большой размер возмещения, поэтому это подсудность мировых судей, как правило. Зачастую районным судам достается. Это достаточно распространенная категория дел. Напомню, что в основу требований всегда ложатся несколько очень простых документов. Первый документ, это, еще раз напоминаю, это акт о заливе, который составляется с участием управляющей компании. Как правило, рекомендуем добиваться подписания двумя сторонами. То есть та, которая залила, и та, которая, ну, что называется, является потерпевшей. Второе, это, разумеется, ну, рекомендуем делать фототаблицы, фототаблицы повреждения, для того, чтобы плавно перейти к третьему моменту. Ну, и если спор не урегулирован миром, это, конечно же, отчет об оценке ущерба, который, по сути своей, является основанием для расчета цены и иска. Ну, и, собственно говоря, после этого в суд. Как правило, установив, так сказать, наличие вины, а напомню, каждый собственник жилого помещения, равно как и лицо, проживающее по договору социального найма, обязаны бережно относиться к тому имуществу, к той жилой недвижимости, которую они занимают, используют для проживания. Должны соблюдать интересы, законные права и законные интересы соседей. Обязаны принимать все меры к сохранению своего имущества, имущества общего пользования, имущества, безусловно, своих соседей. В случае, если суд установит, что этого не происходило, и виновное лицо привлекается к имущественной ответственности, ну, в порядке взыскания цены, ремонта, стоимости, значит, установленных повреждений этого имущества. Ну, такова практика. Все это доказывается в суде? Безусловно. Чем больше документов, тем больше шанс действительно получить компенсацию? Совершенно верно. От соседей. Уважаемые телезрители, Олег Валерьевич, очень много действительно сегодня фактов совершения мошенничества на территории Красногорского района, да и не только в нашем районе. Очень много таких фактов, когда используют банковскую карту, одно время просто наплыв был этих преступлений, когда с кредитных карт списывались деньги, когда люди получали зарплату, а вечером они уже не обнаруживали на счетах денежных средств. Поэтому для того, чтобы профилактировать данный вид преступления, я хотела бы, чтобы мы посмотрели с вами социальный ролик, который посвящен этой теме. Мобильный телефон. Ваш друг и помощник. Но телефон может быть и вашим уязвимым местом. Вы можете стать жертвами телефонного и СМС-мошенничества. Распознать мошенничество и не дать преступникам шанса, куда проще, чем добиться от них компенсации ущерба. Беседа с родственником. Звонок поступает ночью или в рабочее время. Странный голос сообщает об аресте родственника. Сообщник представляется сотрудником правоохранительных органов и вымогает взятку. Вся эта ситуация – вымысел. Вашему родственнику ничего не угрожает. Достаточно перезвонить ему, чтобы убедиться в этом. СМС-попрошайничество. Абонент получает на мобильный телефон странное сообщение. «У меня проблемы. Положи на этот номер 900 рублей. Сам не звони. Свяжусь с тобой позже». Никогда не кладите денег в ответ на просьбы, поступающие с незнакомых номеров. Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса. Уважаемые телезрители, я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, поэтому все вопросы вы можете задавать по телефону редакции 562-0028. Мы сейчас только что посмотрели ролик по мошенничеству. Очень много фактов, действительно, разные случаи мошенничества, но я хочу остановиться сегодня на списании денежных средств с банковской карты. В данном случае я хотела бы обратиться к вам, уважаемые телезрители, чтобы если действительно в отношении вас было совершено мошенническое действие, во-первых, сразу обращаться в управление МВД России по Красногорскому району по телефону дежурной части 8495-562-2220. А следующее действие нам сегодня подскажет наш адвокат. Списали деньги с банковской карты. Как быть? Как вернуть? Я сразу хочу отметить, что ролик, который мы только что увидели, он очень интересен и заслуживает особого внимания, потому что киберпреступления, так называемые мошеннические действия с банковскими картами, мошенничество мутирует, и сейчас это приобретает определенную актуальность. Я хотел бы даже развить эту мысль. Речь идет не о простом списании с банковских карт, а о любых действиях криминального характера с банковскими картами, в том числе хищение этих банковских карт и последующее списание с них денежных средств. Я хотел бы, наверное, в поддержку наших уважаемых органов внутренних дел обратиться к гражданам и сообщить, что существующая практика судебная Верховного суда вменяет в обязанность, фактически разъясняет положение законодательства гражданам, фактически определяя, что во взаимоотношениях банк и гражданин большая часть ответственности лежит именно на гражданине. То есть, поясню, в случае, если по вашей банковской карте, а вернее, эта банковская карта принадлежит банку, деньги на счету ваши, а вот банковская карта принадлежит кредитному учреждению, если происходят операции, то вот это взаимное действие банка и гражданина, оно осуществляется по инициативе гражданина. Есть сомнительная операция, пришло сомнительное СМС-сообщение, есть у вас информация о том, что ваша карта используется кем-то, незамедлительно информируйте кредитное учреждение. Как правило, по правилам обращения и использования банковских карт, банки сразу предупреждают пользователя указанного продукта незамедлительно информировать кредитное учреждение, для того, чтобы заблокировать операции, отменить операции, которые являются сомнительными, отменить операции, которые клиент не одобрял. И здесь, в данном случае, играет очень большую роль фактор своевременности обращения в кредитные учреждения, ну и, безусловно, в полицию. Я хочу, чтобы уважаемые телезрители поняли, что кредитная карта или дебетовая карта, как бы ее ни назвали, это фактически кошелек. И именно держатель этой кредитной карты фактически распоряжается этим кошельком. Украли кошелек, своевременно сообщили органы внутренних дел. Есть сомнительная операция по кредитной карте, неизмедлительно информируй кредитное учреждение. Такие звонки, как правило, фиксируются. И в случае, если операция будет одобрена кредитным учреждением, после вашего звонка, как совершенно правильно здесь, наверное, обратила внимание Оксана, такие денежные средства возмещаются кредитным учреждением, поскольку такая операция не должна была быть одобрена. Ну и внимание, еще раз внимание. Спасибо вам, Олег Валерьевич. Действительно, эта тема актуальна, но одновременно была очень актуальна. Сейчас, слава богу, уже нет такого, как это было раньше, когда регистрировалось порядка несколько преступлений в день, когда просто деньги снимали. Сейчас, видимо, уже в этом плане более налажено, уже есть какие-то средства защиты, используют банк, банковская система. Поэтому меньше. Но социальные мошенничества остаются на уровне, опять же, представляются сотрудниками соцслужбы, также звонят, сын или внук попал в ДТП. Все это остается актуальным, особенно в отношении бабушек совершаются мошеннические действия, когда они идут и снимают свои последние кровные заработанные деньги с банковской карты, с книжки, со сберкнижки. Поэтому еще раз хотелось бы, уважаемые, особенно преклонного возраста, люди, обратиться к вам, чтобы ни в коем случае, категорически не открывайте двери посторонним людям. Когда вам пытаются что-то вменить, продать, ни в коем случае не покупайте, еще раз не открывайте. Если представляются сотрудниками соцслужб, проверьте, предварительно позвонив, есть ли такой сотрудник, фамилиями, отчества и по какому поводу он пришел. И все-таки сохраняйте бдительность, потому что от вас очень многое зависит, попадете вы на уловки мошенников или не попадете, лишитесь вы своего имущества или оно останется при вас. Следующий вопрос я хочу посвятить бытовым преступлениям, потому что очень много вопросов. Одно время, вы помните, было очень резонансно, когда фактически собаки кусали людей и детей, и по этому поводу очень много было действительно информации и федеральных СМИ. Поэтому хотелось бы в правовом поле, если человек укусила собака, как ему быть? Потому что многие собственники собак прогуливают, выгуливают их без намордника. И собаки, вы знаете, все бывает, и бывает неадекватно, могут себя повезти. Вот как в таком случае укусила тебя собака? Или повредила там что-то? Ну, я хочу на это сказать, что, конечно же, все мы имеем своих домашних питомцев, любим их, безусловно, позволяем, наверное, как и детям, чуть больше, чем, наверное, это возможно. Но существует, опять же, две стороны этой конкретной ситуации. Хотелось бы обратиться к собственникам собак, но, наверное, каковым я сам являюсь, что первая обязанность собственника животного домашнего, маленького или большого, является не только бережное обращение с животным, за что, кстати, законом установлена ответственность, но и недопущение случаев, когда домашнее животное загрязняет, соответственно, какую-то территорию общего использования. Или, не приведи бог, как сейчас пояснила Оксана, может укусить человека или, не дай бог, ребенка, который прогуливается где-то поблизости. Существует ответственность собственников. Животное, в соответствии с гражданским законодательством, является имуществом. Соответственно, прогуливаясь собакой, я фактически не то, чтобы выгуливаю собственное имущество, но я отвечаю за то, каким образом я им пользуюсь. В зависимости от ситуации, которая сложилась, в зависимости от вреда, который причиняет животное, которое мне принадлежит, я несу ответственность за причинение вреда здоровью гражданина, которого моя собака покусает. Ну, в случае, если это произойдет. Ситуации бывают разные. К сожалению, практика работы, в том числе органов внутренних дел, ну и, собственно, для нас, сталкивает нас с ситуациями, когда, ну, не совсем, скажем так сказать, законопослужные хозяева домашних животных натравливают умышленно своих собак, в частности, на людей, на, значит, собак, опять же. Причиняют ущерб этому имуществу, то есть гибнут, причиняется ущерб, так сказать, этим животным, людям. Квалификации бывают разные, безусловно. Если животное загрязняет территорию, то это всего лишь навсего в рамках законодательства Москвы и Московской области административная ответственность. Но, если есть укусы, если есть, не приведи бог, какое-то осложнение от этого укуса, то после составления на месте соответствующих документов, ну, в данном случае, конечно же, участковым, полномоченным полиции, осмотр, безусловно, места происшествия, так сказать, заявления в органы полиции, как правило, такие действия квалифицируются как причинение вреда здоровью. А там уже, собственно говоря, полиция начинает выяснять эту ситуацию, состоялось ли это умышленно, состоялось ли это неосторожно, по неосторожности. То есть, при любом раскладе надо просто одно понимать. Ситуация, которая выходит по вине собственника из-под контроля, влечет, как правило, за собой достаточно серьезную ответственность. То есть, здесь может быть и уголовная зависимость от того, какой вред причинила собака человека, и в русле гражданской права отношений. Конечно, если собака просто лает, это одна ситуация. Если собака укусила, и, как мы уже говорили, не дай бог, ребенка, то, безусловно, здесь наступает в том числе уголовная ответственность. Потому что, ну, не так давно были истории связаны с тем, что некоторые собственники не совсем, так сказать, добросовестные, не совсем внимательно следили за выгулом своих достаточно серьезных пород собак, там, стаффорширские терьеры, буль терьеры. Я не буду перечислять, на самом деле, бойцовых пород, когда причинялся вред здоровью детей. Вот это, конечно, трагичная ситуация, но вывод из этого только один. Если собака, то это намордник, если собака, то это ошейник, если собака, то это, как минимум, хозяин, который ее контролирует. Спасибо за ответ, уважаемые телезрители. Мы сегодня поговорим еще о таком биче 21 века, как я всегда говорю, это кража автотранспорта. На территории Красногорского района практически ежедневно похищаются автомобили. В основном это иностранного производства, поэтому сейчас я хотела бы посмотреть с вами, уважаемый, ролик, который прокомментировать и заодно подсказать, как поступать в той или иной ситуации. В первую очередь, конечно, необходимо оборудовать автомашину нестандартной, секретной, перекрывающей подачу топлива, электроэнергии и других средств, а также установить дополнительные механические запоры на педали, руль и коробку передач. При длительной парковке автомашины, а также в ночное время, использовать только охраняемые автостоянки или гаражи, либо оставлять автомашину в хорошо освещенных местах, в местах видимости муниципальных камер видеонаблюдения. Перед тем, как отключить охранную сигнализацию, необходимо, конечно, учесть, что преступники, находящиеся в непосредственной близости, могут с помощью сканера считывать сигнал. То, что мы сейчас увидели в данном случае, это показывает то, что многие злоумышленники умудряются различные способы найти для того, чтобы угнать автомобиль или украсть. Порой эвакуатор подгоняют, потому что это наиболее оптимально, когда нет доступа в салон автомобиля или оснащена какой-то охрана сигнализации, пытаются погрузить этот автомобиль на эвакуатор, увезти. Кстати, такие случаи тоже были одно время зарегистрированы на территории Красногорского района. В этом году не было, но в прошлые годы такие факты были. Поэтому, уважаемые собственники автомобилей, пожалуйста, будьте аккуратны, будьте внимательны к своему автотранспорту. Особенно это касается жителей Павшинской поймы. Особенно это касается, в перспективе будут касаться жителей изумрудных холмов, потому что действительно нет возможности парковать автомобили, нет парковок. И это тоже проблема, очищает в данном случае обстоятельства того, что ваш автомобиль воруют. А когда вы приезжаете и приобретаете какие-то продукты в торговых центрах крупных, также как-то будьте аккуратны и не оставляйте по возможности свой автомобиль без присмотра. И ни в коем случае не поддавайтесь провокации, потому что было несколько таких случаев на территории района, когда ты сидишь за автомобилем, находишься к тебе, подходит с одной стороны парень, стучится в окно и говорит, там у тебя проткнули колесо, ты выходишь, смотришь на это колесо, а другой поддельник сразу садится за руль, потому что ключ зажигания остался в машине, и ваша машина спокойно уезжает куда-то очень далеко. Поэтому еще раз хочу обратить ваше внимание, еще раз обратите внимание на то, где вы паркуете автомобиль, какой сигнализации она оснащена. Если такие факты все-таки есть, сразу обращайтесь в дежурную часть полиции. Телефоны я уже озвучивала, 562-2220 или 02. Олег Валерьевич, очень много вопросов связано сейчас еще с оскорблениями. Вот я часто слышу, и когда приходят к нам в управление ВДР по Красногорскому району, меня как-то оскорбили, меня назвали плохим словом, матерным словом. Какая здесь правовая оценка данным фактом? Что можно сделать? Или в данном случае ничего нельзя сделать? Как быть? Потому что многие обращаются реально в полицию с такими фактами. Какая здесь все-таки в плане правовом? На это я хочу сказать следующее. Действительно, совершенно недавно, после некоторого перерыва, законодатель вернул, вновь было криминализировано уголовно наказуемое деяние под названием оскорбление. Собственно говоря, диспозиция данной статьи Уголовного кодекса, я не буду сейчас приводить номера этих статей, не это важно. Она предусматривает уголовную ответственность за умышленные действия, так сказать, по унижению достоинства лица, в отношении которого совершается оскорбление. Это дело так называемого частного обвинения. Как правило, истоки всех этих дел уголовных, и это действительно не предмет работы органов полиции, это дела, возбуждаемые на основании заявлений граждан. Да, действительно, после некой проверки органами полиции, но гражданин каждый самостоятельно решает, обращаться к мировому суде или нет. Истоки этих проблем, откровенно говоря, лежат в той плоскости, когда, к сожалению, граждане зачастую не могут найти между собой общий язык. Сразу хочу оговориться, по практике, львиная доля этих дел на уровне рассмотрения мировых судей оканчивается прекращением производства в связи с примирением сторон. Но вот таков, видимо, наш народ, что нужно сначала выплеснуть эмоции, пускай не всегда, наверное, в каких-то рамках пройти через полицию к мировому суде, понять, будучи фактически на скамье подсудимых, так что, пускай это преступление небольшой тяжести, и, собственно говоря, по сути своего яйца не стоит ощутить, называть себя подсудимым или потерпевшим, наверное, почувствовать эти эмоции, после этого помириться в суде, примириться, вернее, и прекратить производство. Я в этой части, конечно, хочу сказать, что да, существует не только гражданская правовая, напоминаю, честь, достоинство, деловая репутация, но и уголовная ответственность. Но все-таки мой совет очень простой. Уметь и находить между собой общий язык. В этом залог спокойствия, благополучия любого гражданина. Уголовное дело все-таки это крайность. А компенсацию можно какую-то получить? Безусловно, да. Практика предусматривает выплату этой компенсации. Совокупно с этими уголовными делами, как правило, слушаются гражданские иски в рамках этого производства. Как правило, граждане заявляют требования компенсации моральным вредом. В данном случае критериев нет. На практике это от рубля и до какого-то количества тысяч, сотен тысяч. Все это в индивидуальном порядке. Если даже дело доходит до приговора, взыскание незначительное. Именно поэтому все-таки компромисс. Спасибо, Олег Валерьевич. В студию поступил звонок, поэтому мы переключаемся на звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Виктор Ильич зовут. У меня вопрос к адвоката. Вот я могу куда-то пожаловаться на действия мирового судей? Вы, безусловно, можете. В зависимости от той категории спора или дела, в котором вы участвовали, существует возможность обжалования действий, прошу прощения, тех процессуальных решений, которые принимает мировой судья. В Уголовно-процессуальном кодексе, в Гражданском процессуальном кодексе, в Кодексе об административных правонарушениях, в трех основных кодификациях, которые определяют порядок слушания по гражданским, уголовным и административным делам, вы имеете право приносить жалобы на те процессуальные решения, которые принимает мировой судья в вышестоящий суд. Соответственно, для мирового судья это районный или городской суд. Если мы говорим о Красногорском районе, то решение, принимаемое мировыми судьями в границах района, обжалуется в Красногорский городской суд. Нет, я понял. Но я имел в виду, я сейчас подам в городской суд. А вот именно на обоснованных решениях мирового судью, ну прямо на судью я могу где-то пожаловать? Я в первой части своего ответа сообщил вам о том, в каком порядке рассматриваются процессуальные жалобы, где сторона, лицо заинтересованное в деле, выражает свое несогласие с существом принятого решения. Значит, существует еще одна форма принесения жалоб. Если вдруг вы об этом толкуете, если каким-то образом... А ведение процесса, вот меня не устраивало, меня зацикали рот, меня не спрашивали, там и так далее. Вот как ведет себя мировой судья в процессе? Существует три документа. Значит, существует закон о статусе судей, существует закон об органах судейского сообщества, и существует такой документ, который принимается на Всероссийском съезде судей, как кодекс судейской этики. В случае, если при рассмотрении дела судья каким бы то ни был образом, но если действительно это обоснованно, умолил авторитет судебной власти, проявил неэтичность в отношении лица, который был привлечен к участию в деле, то в данном случае, так сказать, вы вправе приносить жалобу в коллекционную коллегию судей соответствующего субъекта. Но с учетом последних изменений, так сказать, право внесения представления принадлежит председателю соответствующего суда. То есть в данном случае, если речь идет о мировом суде, такую жалобу надо подавать через председателя соответствующего района или городского суда, в чьей юрисдикции мировой судья работает. Спасибо вам большое за вопрос. А мы продолжим нашу программу, нашу тему, она актуальна, поэтому, уважаемые телезрители, звоните, мы ждем ваших вопросов. Весна на дворе, время краш велосипедов. Эта проблема также остро стоит перед управлением ВД России по Красногорскому району, поэтому, уважаемые телезрители, давайте посмотрим ролик. Как воруют велосипеды. Вот мы видим, двое молодых людей подходят к дому, пытаются наврать код. То есть они уже методом тыка. Первый раз у них не получается этого сделать, они пытаются второй раз. Когда им это удается, они чувствуют себя достаточно комфортно, входят в подъезд дома. В доме мы видим камеры видеонаблюдения. Поднимаются на этаж, а в коридоре стоят велосипеды. А мы уже видим, как велосипеды вносят. То есть все очень быстро. Для чего все это нужно? Вот я хочу, уважаемые телезрители, чтобы вы сейчас сезон краж были очень бдительны. Вот в коридорах, когда вы оставляете, вы должны понимать, что все-таки это возможность злоумышленников украсть этот велосипед. Также на улицах. Приезжаете в магазин на велосипеде, оставляете, закрепили маленьким замочком, спокойно ходите по магазинам, делаете покупки, выходите, а вашего железного коня нет. Потому что уже эти маленькие замочки, к сожалению, не спасают. Потому что есть масса инструментов, кусачки и так далее, которые позволяют все это легко перерезать и украсть вашего верного помощника. Поэтому хотелось бы обратить ваше внимание еще раз, так же, как и с транспортом автомобильным, не оставляйте без присмотра ваши велосипеды. Потому что последнее время весна, сезон, действительно увеличилось количество краж велосипедов. И сразу, если такие факты в отношении вас совершили, звоните на телефон дежурной части УМВД России по Красногорскому району. Олег Валерьевич, сейчас остро стоит вопрос резиновых квартир. Тем более мы знаем, что произошли изменения в законодательстве, в части, касающейся уголовного законодательства, о том, что сейчас, оказывается, если ты проживаешь или арендуешь даже квартиру, и ты не зарегистрирован, это чревато. И мы знаем, что сотрудники полиции на территории Красногорского района проводят очень много рейдов по профилактике незаконного проживания, а также для выявления лиц, которые незаконно проживают, в том числе это касается мигрантов. Поэтому как вот быть в данном случае? Мы знаем, что там есть санкции, это штрафы. Как в этом плане действовать, и что чревато для людей, которые проживают, но не зарегистрированы по указанному адресу? Ну, действовать, безусловно, опять же, я подчеркиваю, собственникам живых помещений и нанимателям нужно правомерно. Извините, ради бога, мы сейчас продолжим отвечать на этот вопрос, потому что поступил звонок в студию. Мы переключаемся на звонок. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Да, Николай Александрович, вопрос господину адвокату. Вот, житейский и обывательский, если мы можем выбрать врача, а можем ли мы выбрать судью? И подождите еще, я продолжу. Потому что практика показывает то, что вот народ уже знает, что вот этот справедливо, а этот, будем говорить, замыливает. И вот, к примеру, исковое заявление попало, вот, ну, нежелательному суде. Как поменять судью? Ну, я отвечаю на ваш вопрос, хотел бы обратить ваше внимание, что, к сожалению, вернее, к счастью, у нас нет в стране желательных или нежелательных судей. Все лица, назначенные в установленном порядке на должность федеральных судей, либо мировых судей, равны перед законом, и в равной степени на них, так сказать, возлагаются обязанности по осуществлению правосудия. К счастью, гражданам Российской Федерации не предоставлено право выбирать судью. По сложившейся практике и в соответствии с законодательством, эти решения принимают на более высоком уровне, чем на обывательском. Другое дело, что вы, видимо, говорите о том, что сегодня просто популярная тема, видимо, так сказать, судей, значит, если у вас по какой-то причине имеют основания, у вас есть основания, так сказать, сомневаться, так сказать, беспристрастности при рассмотрении дела. Хочу еще раз напомнить, что каждый процессуальный кодекс, который определяет правила рассмотрения гражданских, уголовных, дел об административных правонарушениях, позволяет гражданину, который сомневается, и у него есть, подчеркиваю, достаточное основание заявить об отводе судьи, он вправе это сделать в рамках процесса. Более того, я хотел бы обратить ваше внимание, что каждый председатель, стоящий по делу, в начале, в подготовительной части судебного заседания, будь то уголовное дело гражданское, или дело об административном правонарушении, разъясняет лицам, участвующим в процессе, их право заявить отвод. В случае, если у вас есть основания заявить этот отвод, вы вправе этим правом воспользоваться. А вот что касается желательной, нежелательной, это, к сожалению, законом непредусмотрено. Спасибо вам большое за вопрос. А мы плавно переходим к резиновым квартирам. Но вопрос прозвучал в той формулировке, как действовать гражданину. Конечно же, ему надо действовать правомерно. Не хотел бы особо обратить внимание, что этот закон, так называемый, резиновых квартир, он, по сути, своей закона, внесение изменений в ряд законодательных актов Российской Федерации, ужесточил ответственность за совершение действий умышленных, я подчеркиваю, по фиктивной регистрации по месту постоянного проживания, по постановке на учет граждан, в частности, это касалось граждан иностранных государств, теми собственниками или нанимателями жилых помещений, которые, опять же, мы уже говорили об этом выше, обязаны действовать правомерно и использовать свое жилое помещение по назначению. На самом деле, законодатель, видимо, таким образом решает общую государственную серьезную проблему, связанную с предотвращением незаконной миграции, с предотвращением возникновения самих оснований, так сказать, к перемещению бесконтрольному, я подчеркиваю, по жилым помещениям лиц, но имеющим, откровенно говоря, криминальное прошлое. Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточена ответственность уголовная. К подсудности, и сейчас эта практика получила широкое применение, как правило, такими делами занимаются мировые судьи. Мы постоянно с этим сталкиваемся, поступают дела в отношении лиц, которые регистрируют в своих, ну, не самых больших квартирах, там, десятки лиц. Ну, последнее, что я помню, это малогабаритная квартира двухкомнатная в пределах Красногорского района, вмещала в себя там 15-20 человек, где собственник за деньги регистрировал выходцев из стран бывшего Советского Союза. Ну, благодаря сотрудникам полиции, так сказать, прокурорскому надзору, дело это получило уголовную правовую окраску, в судебном заседании гражданин осознал свою вину, но такие ситуации, на мой взгляд, проще не допускать, чем думать о том, что делать. Последнее, что я хотел бы сказать, дело в том, что в чем проблема этих резиновых квартир. Долгий период времени в стране, к сожалению, не была создана система предотвращения этих ситуаций. Лично мое мнение, что с этой ситуацией надо бороться, предотвращать это. Здесь высокую роль, конечно, играют сотрудники полиции. Как я уже говорил, органы, которые идут параллельным курсом, это органы прокуратуры, которые выявляют эти факты. Ведь многие из нас знают, да, что зачастую мы оказываемся соседями большого числа граждан, там, из Средней Азии или еще кого-то. Может быть, это нормальные законопослушные граждане. Но закон четко вменяет в обязанность использовать помещение по назначению. И заканчивая ответ, который задала Оксана, в жилом помещении вам не принадлежащим могут проживать ваши родственники, ваши дети, ваша семья, по сути, своей, которые предоставлены в это жилое помещение, которое приобретено для удовлетворения потребностей в жилище. Жилище – это не бизнес. То есть законодатель четко разграничивает, для чего ты можешь использовать свою квартиру. Нет, но если ты используешь эту квартиру как бизнес, то, извините, должен официально зарегистрировать этот договор в налоговой, платить налоги и этого человека зарегистрировать по месту. Абсолютно правильно. Тогда это уже будет в рамках правового поля. И еще, уважаемые телезрители, пожалуйста, вы понимаете о том, действительно, какова очень серьезная ответственность. Тем более сейчас сотрудники полиции на постоянной основе регулярно проводят рейды по выявлению таких квартир. Поэтому если вы владеете информацией о том, что кто-то из соседей сдает квартиру, там проживает 20-30 человек, а также резиновые квартиры, когда зарегистрированы, по 50 и так есть, и по 100 человек, пожалуйста, заявляйте о таких фактах, и будет проведена проверка, и будут приняты все меры согласно действующему законодательству. Поэтому мы ждем от вас. Это такая информация, она носит анонимный характер. Вы можете звонить либо на телефон дежурной части, сообщать эту информацию, но вы нам очень поможете. У нас остался еще один вопрос, один сюжет, ролик, поэтому давайте плавно перейдем к тому, что происходит сейчас в наших торговых центрах, а в частности, что у нас воруют из торговых центров. Это тоже очень актуальная проблема, и немногие понимают, какова действительно ответственность за кражу из Ашанов, за кражу из магазинов, где торгуют продуктами питания, потому что на сегодняшний день воруют все, воруют все, что возможно, и расчески, и пудры, и косметику, и вещи надевают на себя. Поэтому давайте посмотрим ролик, а потом его прокомментируем. Пожалуйста. Вот мы видим, да, пришел приобрести якобы товар, вещь в магазин. Пока ушел продавец, он плавно, опа, берет кошелек, личные вещи, заглядывает, подсобку, где хранятся вещи, как он оперативно похитил кошелек, сумочку, и все, и спокойно ушел. Все осталось незамеченным. Но есть такие факты, когда вот таких злоумышленников задерживают, и чаще всего, конечно, задерживают их сотрудники службы безопасности, да, магазинов. Но, Олег Валерьевич, не все понимают, что это чревато. Если мы будем говорить об ответственности материальной, мы знаем, что если сумма ущерба менее 1000 рублей, то здесь административный штраф. А представьте, вещи дорогие сейчас, более 1000 рублей сумму ущерба. Как здесь быть? Что грозит нашим воришкам? Ну, на самом деле, говорить о том, что каким-то образом кто-то остается незамеченным, мы сейчас только что просмотрели ролик. Идентифицировать очень трудно будет. Ну, да. Как правило, сейчас каждый, так сказать, торговый центр, он оборудован системой контроля, выхода, и мы все видим периодически эти периметры, где там свистят эти продукты и вещи. На самом деле, вне зависимости от стоимости, правильно совершенно обращено внимание, 1000 рублей – это та грань, где, в общем-то, останавливается, наверное, маховик времени. Свыше 1000 рублей ответственность, она достаточно серьезная. Это уголовно наказуемое деяние. И в зависимости от того, в каком размере виновное лицо похитило имущество или попыталось похитить, здесь тоже есть очень интересная грань. Остановили, значит, это покушение на кражу. Не остановили. Вышел на улицу, потом остановили. Это уже оконченное уголовно наказуемое деяние. Дело в том, что здесь нет никакой романтики. Говорить о том, что 100% тех лиц, кто задерживается в связи с хищением, как личных вещей, так и товара, которые находятся в магазинах, болеют клептоманией, чтобы они могли доказать, что у них есть, скажем, патологическая зависимость от ситуации, ну, наверное, нельзя. Большинство таким образом решает свои, наверное, финансовые вопросы, но уголовную ответственность это далеко не отменяет. К сожалению, время нашей программы уже подходит к концу, быстро пролетело время. По поводу краж из магазинов, да, еще раз напоминаю, что действительно уголовная ответственность велика, поэтому подумайте о себе, своих близких, потому что то пятно, которое ляжет на вас, оно откликнется на ваших детях, и в дальнейшем будет сложно куда-то устроиться, особенно в госструктуру. Олег Валерьевич, спасибо большое за то, что вы пришли к нам на программу. Я напоминаю вам, уважаемые телезрители, у нас в студии был адвокат Олег Валерьевич Цуканов, а с вами была программа «Моя полиция», я ее ведущая Оксана Шляхтина. До новых встреч! Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова